Ну что ж, Ариару, мои маленькие любители покушать, и мы с вами продолжаем играть в такую увлекательную игрушечку, как Сити Скайлайн. Ну и в принципе, как я люблю говорить, за кадром произошли даже глобальные изменения. В частности, эти изменения коснулись вот этой вот нашей части города. Здесь мною была полностью изменена планировка наших дорог. И связано это было с банальной несимметрией, которая была здесь образована вследствие моей тупости. Ну ничего, сейчас, главное, все симметрично, и сейчас наш город напоминает своего рода круг, практически достроенный. И здесь лишь осталось небольшую такую часть его заполнения, для того, чтобы это все более эстетично и оптимально смотрелось. Ну и в связи с тем, что здесь была мною изменена развязка, также мне пришлось, к сожалению, изменить линию метрополитена. Сейчас метрополитен выглядит примерно вот таким вот образом. То есть у нас есть непосредственно внешний круг и внутренний круг. Они никак перед собой не соединяются сугубо тому, что нет у меня нормальной модификации, способной выдержать прием вот этих вот поездов метро на одну станцию. Но мы руководствуемся чем можем. Задумка моя такова, то что в моем городе будут две линии метро. Одна вот такая вот внешняя и одна внутренняя. И между ними будут сообщения непосредственно из других видов транспорта, например, автобусов, такси или чего-то подобного. И пока вот что мы имеем непосредственно вот такой вот мною перестроенный план строения города. Также в связи с расширением города вот в эту вот часть, мной была перестроена станция поездов, которая была здесь размещена. И сейчас она размещается непосредственно вот здесь вот и она называется конечная станция. Это немного другой вид станции и он непосредственно предназначен на большее количество поездов. Соответственно мы сможем принимать большее количество гостей, туристов и прочих людей в наш город. И это, надеюсь, только плодотворно повлияет на непосредственно всё наше население. Ну а сейчас самые внимательные зрители могли наблюдать такую картину, то что в наш город заселилось целых 20 тысяч населения по сравнению с предыдущей серией. Они взялись только потому, что я продолжал застраивать вот эти вот наши райончики с жилой застройкой и также рабочими местами и также магазинчиками. Как бы это ни было странно. И я всё это застраивал и пытался непосредственно застроить для того, чтобы соблюсти какой-никакой баланс. Но, как вы можете видеть, это у меня не особо получилось, потому что в коммерции нету потребности. Хотя она должна быть. Я надеюсь, что в этой серии у меня получится решить эту проблему, но если не получится, то будем что-то придумывать иное. Ну и в итоге по застройке так и получилось, что у меня планомерно получилось 125 тысяч населения. И в связи с непосредственно с большим числом роста населения у меня возникла потребность по медицине. Мне пришлось построить вот здесь вот такую большую городскую больницу, вмещающую аж 500 пациентов. Я надеюсь, что она будет приносить пользу для наших жителей. И вот этот её расход в 2880 долларов был бы оправдан. Я надеюсь, что это так и будет. Ну а также мною был немножечко так и реорганизован въезд в наш город со стороны паромного депо. В связи с тем, что прошлый вариант парома был немножечко недоделан, в том плане то, что люди, которые приезжали на наше паромное депо, сразу же садились на свои автомобили и ехали по одной дороге, и пытались уже на этой развязочке куда-то разъехаться. Как вы понимаете, поток был людей слишком большой. Мои дороги не справлялись, хотя вряд ли какие дороги вообще бы справлялись с этим. Поэтому мне пришлось немножечко перестроить наши развязочки, как минимум вот эту вот основную линию. Мне кажется, принцип, по которому она сейчас существует, гораздо лучше, чем был до этого. И также я, и раз решил перестроивать все наши развязочки, я заодно решил все опасные пешеходные переходы, да и не опасные, в принципе все, перенести под землю для того, чтобы было больше безопасности для наших жителей, и чтобы они не кидались под колеса наших машин. И таким образом большая часть пешеходных переходов находится теперь у нас под землей, что выглядит достаточно уютненько и миленько. Ну а в этой же серии я хотел бы заниматься тем, чтобы поднимать развлекательную ценность нашего города, а именно строить уникальные сооружения. И я решил, раз уж у нас тематика города зимняя, то неплохо было бы заняться вот такими вот уникальными сооружениями во вкладочке «Зимние уникальные сооружения». И для их постройки необходимо выполнить специальные условия, так называемые. Например, для хоккейной арены нужно построить следующая гетермальная отопительная станция в количестве 5 штук. И вот такими вот маленькими делами я планирую сейчас и заниматься. Но для начала я хотел бы выровнять вот эти вот наши показатели, и для этого нужно продолжать застройку вот этих вот наших райончиков. Я надеюсь, что у меня получится именно выровнять все показатели, чтобы не создавалось лишних проблем. Ну в принципе, в моем стиле забывайте сказать какие-то важные вещи. Например, то, что я все-таки доразмечал все районы примерно, которые будут у нас существовать в нашем городе. И также я воспользуюсь случаем и напомню вам, что вы можете давать имена любому из этих районов, и все непосредственно находится в ваших руках. Для этого нужно лишь спуститься в комментарии и оставить комментарий с предложением вашего названия для любого из этих районов. Я не знаю, на самом деле, как это сильно повлияет, но вот у нас есть, допустим, вот этот вот маленький райончик, и я хочу, чтобы в центре нашего города был такой маленький, уютненький, европейский в первую очередь район. И что из этого получится, я вот вообще, честно, без понятия. Если я все правильно сделал, надеюсь, даже в этой серии мы с вами успешно это и увидим. Вообще, на самом деле, мне очень нравится город, который у нас получается с вами. И в частности, из-за вот таких вот моментов, это просто переулок, из-за которого виднеется просто невероятный вид на город. Если мы продолжим движение прямо, мы с вами выйдем непосредственно на вот это вот озеро или залив, как это правильно называется. Ну, я вроде как и застроил этот район, но опять-таки, эти две потребности у нас на каком-то высочайшем уровне. И на самом деле, я не вижу, где у меня магазины находятся в нашем городе, и почему в них потребностей до сих пор нет. Это вот для меня очень странное дело. Ну, ладно, раз такое дело, мы просто продолжаем застройку вот этих вот районов. Главное, стараться непосредственно возле наших дорог делать вот такие вот деловые зоны, для того, чтобы шум не раздражал наших жителей. Но все равно, пока наш район строится, я предлагаю все-таки планомерно начинать открывать все эти наши уникальные сооружения. И начать же я планирую непосредственно с хоккейной арены. Так, что для этого нам нужно? Пять геотермальных станций. Замечательно. Геотермальные станции, насколько я помню, находятся в воде, в отопительных. Да. Вот геотермальные станции. Замечательно. Давайте их разместим. И непосредственно пять штучек я разместил непосредственно недалеко от нашего озерца. И если я все правильно понимаю, да, нам доступна хоккейная арена. И все вот эти вот уникальные сооружения, которые у меня появляются, я хочу располагать недалеко от нашей вот такой вот конечной станции. Для того, чтобы люди, которые приезжали в наш город, непосредственно туристы или кто-то другие, могли быстро добраться до вот этих вот достопримечательностей. Мы вот эту вот хоккейную нашу арену размещаем. Почти, я надеюсь, что тебя можно будет принести. Но ничего страшного. И все у нас замечательно. Так, даже парочку геотермалок можно, думаю, закрыть пока что. Следующее, какие у нас есть уникальные сооружения? Допустим, горнолыжный курорт. Ее нужно было по-хорошему размещать где-то на горе, но у нас город находится на плоскости, поэтому имеем, что имеем. У нас нужно заполнить до конца снежную свалку. Пу-пу-пу. А тут сразу же новости не очень хорошие. В принципе, вот снежных свалок у меня сейчас находится немного в городе, потому что я отключил погодные условия, в связи с тем, что они мешали просто снимать. И поэтому надо как-то это все реорганизовывать в момент. Как минимум истосить вот эти свалки. В количестве, скажем, давайте одной штуки мы разместим эту свалку где-нибудь недалеко от въезда и выезда в наш город. Скажем, вот здесь вот у нас одна свалка есть, у нас замечательная работает. И теперь мне непосредственно нужно сделать такую вещь, как включить использование динамической погоды. И когда у нас, получается, будет идти снег, дороги будут заполняться, будут создаваться дополнительные пробки. Я надеюсь, что одной вот такой вот свалки, которая здесь будет располагаться, и трех всего лишь снегоуборщиков будет хватать на расчистку всех наших дорог. Так, я также увидел то, что у нас проблема по канализации идет, но ничего страшного, мы просто сделаем небольшой такой водосброс. Я надеюсь, что вот эта вот ачивка со снежной свалкой у нас будет успешно заполняться. Я не вижу смысла больше ставить свалок, потому что это все зависит только от дорожных условий, если я все понимаю, количество мусоровозов, как минимум. Ну и в крайнем случае, если вот эта свалка будет не справляться, я просто подниму бюджет на нашей дороге. Давайте пока посмотрим, какие следующие есть уникальные сооружения. 200 тысяч единиц снега на дорогах. Но это непосредственно случится, когда у нас выпадет снег. Но пока мы ждем с этим. Хорошо, дальше у нас прогулки на снегах. Использовать для отопления города только котельные. А у нас есть не только котельные. У нас есть еще 5 гетермалок, которые здесь есть. Но их просто, если мы снесем, то, по идее, в городе будет использоваться в качестве отопления только котельные, да? А, 93.100. То есть у нас здесь еще где-то есть... Ладно, давайте поищем. Какая-то неувязь, на самом деле, получается с вот этой вот ачивкой. Покрытие системы отопления 100%. Сейчас у меня 92%. Я не понимаю, на самом деле, почему так вот работает эта ачивка. Чем мы еще отапливаем наш город? Честно, я вот хоть убей не вижу, чтобы еще что-то было подсоединено в наш город. Снежные свалки, которые топят снег, да тоже нет. Может быть, имеется в виду политика какая-то в нашем городе. Может быть, кстати, да. Но опять-таки, я не вижу в наших политиках что-то связанного с отоплением. Вообще ничего связанного с отоплением не вижу. Блин, это очень странно. Я не знаю, ребят. Если у вас есть какие-то догадки по этому поводу, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду очень вам благодарен. И сейчас я буду заниматься тем, что опять-таки буду размещать вот эти вот станции, которые здесь были, но и успешно нарушены. Все, отопление я вернул в наш город. Построил я сугубо на геотормалках, чтобы это все не особо наш город загрязняло, но тем не менее. Хорошо, допустим, у нас дальше следующая ачивка. Это арена для сноутбординга. Ежедневные расходы на образование 30 тысяч. Неожиданно. Давайте, если мы сейчас повысим, по идее, бюджет на наше образование, то, по идее, мы выйдем за бюджет 30 тысяч. И, по идее, нам доступна будет эта ачивка, если я все правильно понимаю, нет? Я так понимаю, и эта ачивка у нас рано или поздно будет выполнена, как только мы продолжим развивать образование в нашем городе. Хорошо, на бюджет, если это никак не влияет, то ничего с этим поделать, к сожалению, я не могу. Ну ладно. Дальше у нас какие-нибудь интересные есть. Мастер Санта-Клауса. Иметь следующий трамвайный маршрут в 20 единиц. У нас нет в городе трамвайных маршрутов, как бы это ни странно было, да? Кстати, можно было бы здесь разместить какие-нибудь трамвайные маршруты, если так поизгаляться, но я не знаю, как эти трамвайные маршруты совместить непосредственно с вот этой вот развязкой, и пока я ничего умного и путного не придумал. Хорошо, давайте сейчас сделаем какой-нибудь трамвайный маршрут. Как-то вот так вот у меня получился трамвайный маршрут. Я не знаю, на самом деле, стоит ли его изменять или оставить в таком виде, но пусть пока остается у меня вот здесь вот именно вот так. Впоследствии, возможно, я просто его в кругля пущу, но это уже посмотрим. Ладно, так, нужно разместить непосредственно трамвайное депо, так, давайте сейчас сделаем немножечко остановочек, кстати, я вот обнаружил проблему, то, что у нас тут трамвай не может развернуться почему-то, нужно как-то ему делать здесь разворот, блин, это вообще какая-то проблема, ладно, давайте исхищряться, вот чисто поэтому я не люблю вот эти вот все трамвайные, нетрамвайные маршруты, потому что с ними очень сложно прокладывать вот эти вот остальные участки дороги, но надеюсь, это очень здесь плодотворно повлияет, и впоследствии, когда я уже до конца придумал концепцию этого района, у нас все здесь будет очень хорошее, хорошо работать, ну так, посмотрим, по уникальным сооружениям почему-то не работает, почему не могу разместить трамвайные маршруты в 20 единиц, то есть 20 штук трамвайных маршрутов мне надо, это что, рофли что-нибудь, все, наконец-то 20 маршрут я сделал, для этого я сделал вот такие вот небольшие у нас, получается, круговые ротики, и просто здесь тупо понаставлял 20 маршрутов, тем более, что все равно это, надеюсь, что стесется здесь, нам доступна теперь мастерская Санта-Клауса, офигеть, у меня какой разброс, мастерскую Санта-Клауса мы разместили, и она вот таким вот образом у нас чудесно здесь выглядит, кстати, прикольненько достаточно, сейчас я сношу вот эту всю пухню, и осталось лишь удалить все маршруты, которые есть, и в итоге я трамвайный маршрут, я думаю, здесь размещу, как уже будут тут люди, и как он уже будет полностью здесь завершен, хорошо, давайте дальше посмотрим, какие у нас уникальные сооружения есть, а ну тут их немного осталось, покрытие системы отопления 100%, то есть ты имеешь ввиду, мне теперь надо отапливать все, что у меня есть, хорошо, о, ес, 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 я достиг все-таки этой ачивки, новогодняя елка, ура, 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 ребята, сейчас новогодняя елка будет в нашем городе, и кдыщ, возможно, она отсюда, конечно же, переедет, но ой, какая она миленькая, маленькая, по сравнению с этими даже елками, которые рядом, блин, буквально стоят, так, и давайте посмотрим, какое есть последнее у нас уникальное сооружение, которое мы можем успешно открыть, в ресторан в Снежном замке, опа, неожиданно, я так понимаю, это парк, вот, ресторан в Снежном замке, ага, я не могу, короче, финально открыть, пока у меня не открыты предыдущие, но сейчас мы большую часть, на самом деле, открыли, мне это не может не радовать, но сейчас же я предлагаю немножечко продолжить развитие нашего чудеснейшего городка, и нужно подумать над линиями развязки, которые здесь будут у нас проходить, для начала я пока что вот буду заполнять вот этот весь район, для начала мне нужно проверить линию метро, да, она отключена от общей ветки, сейчас мы ее подключаем, по идее, здесь у нас теперь линия метро останавливается, замечательно, теперь я здесь вот размещаю нашу деловую зону, вот в этом вот промежутке, и вот в этом тоже промежутке, потому что на этот промежуток тоже будет действовать, не забываем мы также о размещении банальных таких вот начальных школ, высшая школа, и непосредственно остальные места в большинстве случаев размещаю под жилые, надеюсь, что здесь проблем с звуком не будет, и нормально у нас все будет здесь происходить, если вот этот вот один район будет у нас создавать пробки, то мне, наверное, надо будет перестраивать весь оставшийся. Поскольку я немножко решил здесь исхищиться таким образом, что здесь у нас всего есть один въезд и один выезд. Я надеюсь, что это не создает больших пробок, и надеюсь, что у нас все здесь получится. Ну не знаю, мне что-то трянуло в голову, и почему-то мне захотелось здесь сделать экологические дома, специальную деловую зону в этом, на центре информационных технологий. По коммерции, не знаю, у нас раньше была зона натуральной местной продукты, а сейчас давайте сделаем здесь специализацию на зоне развлечений, наверное. Хотя нет, не здесь, не здесь, не здесь, неправильно. Вот здесь у нас будут, я так понимаю, стоять зоны развлечений, и вот здесь вот. А вот здесь у нас ничего такого не будет. И здесь будут такие вот магазинчики разного планирования, для того, чтобы людям тут продавать скажем, продукты, не продукты и прочее. А вот здесь у нас все будет заточено под развлекательную ценность для того, чтобы приезжали люди и туристы. Сейчас мне опять-таки надо ждать, ждать и еще раз ждать. Сейчас бы я хотел начинать сносить вот этот райончик, который называется Саша.нет но только потому и только для того, чтобы его впоследствии перестроить. К сожалению, мне придется наверное выселить всех этих людей успешно отсюда Так, у нас здесь остались центры по переработке отходов. Их перенести куда-то будет более проблематично Так, ладно, пока что вот эти вот центры по переработке отходов переносим вот сюда Понимаю то, что с одной стороны машина будет очень сложно добираться до нашего города но мы сейчас, надеюсь, все очень быстро с вами построим и нормально сюда смогут переехать оставшиеся наши жители. Автобусное депо у нас тоже пока что временно переедет Все, у меня получается здесь по идее по разметке два таких вот одинаковых райончика Все, мы сразу получается соединили Возможно, даже мне тут придется немножко сузить реку для того, чтобы здесь вот у нас спешно райончик разместили. Даже два райончика потому что вот здесь вот у меня будет квадратик и вот здесь вот квадратик. И вот между ними только будет получается вот такая вот перегородочка Да, проблематично однако получается. Пока это оставим как временную разметку. Пока у нас сюда переедут центры по переработке отходов Все, по идее мы здесь все полностью разместили. Вот эти вот дороги возможно впоследствии соединятся даже какими-никакими мостами но пока я даже не думал в эту степь и не думал в эту сторону. Ну ладно, ничего страшного. Так, что у нас по пробочному состоянию нашему? Люди здесь ходят Кстати, метро у нас как работает? Здесь не работает Вот получается у нас линия метро 105 у нас пассажиров по кругу, один прибывает и убывает. Ожидающих пассажиров 7.0, да? Но у нас достаточно много на самом деле здесь маршрутов метро. Они практически все забиты и постоянно ходят. Что у нас с образованием здесь? И я вот не наблюдаю здесь пока пробок. Меня это безумно радует. Я надеюсь, что это будет невременным решением с пробками и будет это на постоянку у нас здесь. А институт тем временем нам приносит 88 тысяч долларов. Всего лишь за 6 тысяч обучающихся. Пипец какой-то. В следующий райончик я хотел бы заполнять вот этот вот, но по логике я должен заполнять вот этот вот. Не мешало бы тут, кстати, инфраструктуру наладить. Я вижу то, что тут поликлиники не хватает как минимум одной. Что у нас с полицией здесь? Ага, с пожарной службой тут вообще все плохо. А с полицией? Ну с полицией здесь хорошо, да, согласен. Потому что, наверное, тут есть, да, полицейский участок тут есть и уже хорошо. То есть, если я все правильно понимаю, то есть у нас здесь есть как бы два таких вот трамвайных маршрута, которые я надеюсь, что будут очень нормально эксплуатироваться. Так, давайте их сейчас размещать. В плане остановок это, наверное, будет полная жрапень. Все, я сделал таких вот два маршрута. Сейчас мне осталось разместить здесь парочку таких вот остановок, наверное. Я эти остановки размещаю предпочтительно в разных местах, для того, чтобы людям было удобно садиться примерно с разных сторон, наверное. Ну и как-то примерно я раскидал вот эти вот остановочки по нашим маршрутам. Я надеюсь, что тут не будут ходить пока трамваи, потому что тем более трамвайные ДП у нас выключены успешно. Хотя, в принципе, наверное, уже зеленую ветку можно разместить. Так, давайте добавим транспорт. Пожалуй, четыре трамвая, мне кажется, хватит на всю остановку. Неожиданно. Я думаю, вообще здесь людей не будут, а тут, оказывается, люди еще и ждут. Пока непонятно, чего ждут, но ждут. Очень уверенно. Кстати, у нас начали появляться потребности разного рода в плане коммерции. Это меня не может не радовать, естественно. Заодно здесь, раз уж пошла такая пьянка, и раз мы все равно здесь ждем, стадион построить. Почему бы нет? Если правильно понимаю, у нас здесь есть разного рода стадионы. Пока пусть здесь будет. Кстати, он у нас, по идее, находится прямо возле метро. И люди сюда будут очень активно посещаться. Так что я надеюсь, что у нас все именно правильно расположено здесь и построено. Я бы не сказал, что этот стадион какой-то такой особенный, но зато он у нас с открытым верхом зимой. И раз люди просят жилых мест, давайте их предоставим. Люди, я думаю, у нас будут находиться в большинстве случаев в пространстве внутреннего круга. А уже во внешних кругах у нас будут располагаться преимущественно, типа, коммерция, некоммерция, рабочие места, чтобы не создавалось лишнего шума и чтобы людям было удобно спать. Кстати, а по обучению у нас что здесь? Вот у нас здесь высшая школа. И здесь, в принципе, учатся уже 923 учащихся. Так что я думаю, все правильно я здесь размещаю. Здесь у нас люди замечательно начинают заселяться. И таким вот образом, пока мы ждали, уже настала ночь в нашем городе. Кстати, стадиончик у нас это очень даже классно выглядит. Я включил специально ночь для того, чтобы просто полетать по городу и посмотреть на такие вот сооружения и как они располагаются здесь. Вот это полярное сияние. И я хотел бы показать вам одну такую очень классную вещь, которую я обожаю. Вы видели, как классно выглядят вот эти вот пролеты днем, но ночью они еще более классные. Я просто могу этим, наверное, часами любоваться. Неожиданно пожар. Здравствуйте, однако. У нас тут вертолеты как бы летают, я надеюсь, что пролетят. То есть, если раньше у нас была вот эта вот лишь маленькая часть города, то сейчас он выглядит еще больше и еще более масштабно. Хотя мы достроили с одной стороны одну четвертую лишь часть города. То есть, я имею в виду вот эта вот часть, а всего лишь одна четвертая от общей части города. Но как много она сразу масштаба прибавила ему. Если вот так вот, с точки зрения вот такой вот смотреть, то как будто город своего рода безграничный. И за что я очень сильно люблю Сиди Скайлайн, за что разработчики очень сильно молодцы. Куда бы мы ни пришли в этом городе, в какое бы место мы сюда ни пришли, в нашем городе будет движуха. Город будет жить своей жизнью, будет видна какая-то жизнь, будет что-то происходить. Вот, например, у нас в нашем парке развлечений сейчас салют. Почему бы и нет? И мы дождались, наконец-таки, снега. Ура! Да, вот, 2000 единиц снега на дорогах, сейчас 11 тысяч. 13 тысяч. Но это, видимо, увеличивается по мере снегопада. Давайте сейчас попробую временно отключить эту снежную свалку. И посмотреть, как это сильно повлияет на количество осадков наших. Выпадет ли 200 тысяч этих осадков у нас или нет? Неплохой ресторан, в огромном снежном замке подаются только холодные блюда. Достаточно остроумная игра, достаточно остроумная. Ну давай, еще чуть-чуть. Прям буквально капельку, 10 тысяч осталось. Опа! Ресторан в снежном замке, замечательно. Его предлагаю вот здесь вот разместить. Как бы, посмотрите, он еще дает немножечко такое большое количество шума нашего. Плохо, печально. Ладно, это я знаю, как исправить, это можно вот так вот сделать. И разместить его, скажем, вот здесь вот. Да, вот здесь вот я его размещу. И вокруг него будут сугубо у нас располагаться всякие такие места в плане коммерции и некоммерции и деловых зон. Посмотрите! Это типа ресторан и получается и снега чисто. Теперь понятно, зачем нужно было 200 тысяч этого снега забирать здесь. Ладно. И вот это вот, где у нас снежная свалка находится? Вот это вот снежная свалка, теперь я включаю. И делаю так по бюджету, чтобы он у нас работал на всю катушку. И чтобы вся снегоуборочная техника отсюда выезжала у нас и заработала замечательно. Ну, вон, уже начались проблемы у нас с дорогами, но из-за того, что я увеличил, получается, на них бюджет, я думаю, особо проблем не должно сейчас возникнуть. Должны возникнуть небольшие пробочки, но я сомневаюсь, что это будут глобальные проблемы. Ну и, к сожалению, на таком прекрасном моменте мне придется завершать эту серию. Но, несмотря на это, я хочу констатировать факт, что в следующей серии будет гораздо интереснее, ведь мы продолжим строительство этого чудного нашего городка. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамуру. Еще услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok